Здравствуйте, дорогие друзья, новости с каббалистом Михаилом Лайтманом. Добрый день, Жень. В Канаде обдумывают введение гендерно-нейтрального удостоверения личности. Ага, оно. Кстати, Канаду вы хорошо знаете, да, X это будет называться. Так вот, премьер-министр Канады Джастин Трудо принял участие в гей-параде в Торонто, заявил, что канадское правительство обдумывает введение гендерно-нейтральных удостоверений личности. Это в Guardian написано. На прошлой неделе власти канадской провинции Онтарио позволили вносить в водительские права третий пол. Так. В июне палата представителей канадского парламента проголосовала за то, чтобы переписать текст государственного гимна, сделав его гендерно-нейтральным. Там было так, сердца твоих сыновей пылают любовью к тебе. Будет заменено на наши сердца, пылают любовью к тебе. То есть дело пошло на то, что у нас пола не будет. Природа намешала, да? Нет, в природе это существует. Это существует на животном уровне, у животных. Эти все гомо-лесби-совокупления, они существовали испокон веков. Так что тут в этом ничего нового нет. Просто это всегда было спокойно, и так к этому относились спокойно. Это же было частью культуры древнего мира. Ну, парадов не было, наверное, и не было. Не было парадов, потому что это считалось естественно. А, понятно. Да, в Древней Риме, в Древней Греции с приходом христианства это все ушло внутрь куда-то. Придавили. Да. Потом где-то с началом 20 века это снова начало показываться наружу, а до этого это было очень скрыто. Так что это все естественные склонности. Проблема в том, что в наше время, благодаря средствам массовой информации и политике элит, которые хотят срочно и резко максимально сократить численность человечества и не военным путем, поэтому взят курс на то, чтобы разрушать семью. Да, просто надо срочно сократить численность населения. Это четкая политика, продуманная элитами, которым необходимо оставить на земле 20% от сегодня существующего населения. Если говорить, что кто-то управляет этими элитами, где здесь высшая сила? Что она тут вытворяет? У творца, то есть у природы существует программа, в ней заложенная, по которой материя природы, то есть желание насладиться, эгоизм, приходит к подобию света, силы, которая им управляет. И в итоге это должно быть соединение материи с силой. В каком количестве будет эта материя, то есть насколько она будет частей разорвана, разложена, разрезана, это будет 8 миллиардов, или это будет 80 миллиардов, или это будет один человек, не имеет значения. И это вообще имеется в виду не человек нашего мира, а образ этого эгоизма, когда он становится подобным творцу, он называется Адам, подобный на эврите. То есть 8 миллиардов соединяется в одно целое, как говорится. Да, так что неважно, сколько будет людей. Если 100 лет назад на земле было 3 миллиарда человек, а сегодня 7 и даже может быть и 8, то почему мы не можем сделать обратный скачок? Ничего от этого не изменится. Так что творец, природа работает через них. Эти мысли, они в том числе и идут от природы. Наверное, можно будет таким образом сократить время исправления, сближения между людьми и так далее. И сближать войн даже, да? Мы не можем задаваться этими вопросами. Они слишком глобальны для человеческого разума, потому что включают в себя и следующее состояние, так сказать, высший мир, мир управления, систему управления. Но то, что мы можем, это действительно понять, что это все происходит естественным путем. Заговоров никаких нет. Это не заговоры. Это все уже не важно. Я за то, чтобы главное было взять курс на воспитание. А там уж не имеет значения.